Телеканал Дождь представляет Доброе утро! С вами программа День в большом городе. Я Ксения Чадиновая. И я Филипп Миронов. Сегодня наш день будет посвящен различному гулянию, потому что наконец-то в Москву пришла уже окончательно хорошая погода. Я собираюсь шляться по московским крышам. А я хуже, потому что в городе как раз сегодняшний день отключают воду, и я иду с незнакомыми мужиками в бане. Честное слово, с незнакомыми. Волосатыми, будешь сидеть с ними голая. Потом мы собираемся встретиться с Василием Церетерием, моим любимым Василием Церетерием, чтобы поговорить с ним о том, как проходит в городе ночь в музеях, которая состоится с суббота на воскресенье. До этого я буду посещать московскую туристическую ярмарку в гостиной в дворе. Это тоже актуально. Сейчас все думают, что делать, собственно, в июле, в августе. Вон. Я пойду в театр практика смотреть новый спектакль бабушки. А вечером я пойду на концерт Гонжа Сафи в 16 тонн. У тебя тоже, по-моему, музыка. Да, у меня тоже музыка. У меня прекрасная пианистка с очень неприличным именем, который звучит на русском, Хироми Уехара. Хироми. Хироми Уехара. Которая виртуознейшая пианистка и выступает в Доме музыки. Вечером мы с Ксюшей встретимся у меня дома и пойдем на мою собственную крышу. И там с вами попрощаемся. Ну что, поехали? Поехали. Раз, два, три. Едем в бане. Грязный, как черти. Знакомился там с симпатичным мужчиной. Фил мне обещал, что я симпатичный мужчина. В чем история? В том, что я страшный любитель и страстный любитель бани. Человек, к которому мы едем, Денис, тоже большой поклонник бани, ходит по Москве в разные бани и исследует их. Мы хотим встретиться и поговорить о том, куда ходить мужчинам, а куда ходить женщинам в этот страшный московско-грязный период. Параллельно я хочу, чтобы вы понимали, дорогие мои друзья, что в бане не ходят помыться. Ну, по сути, потому что баня – это целый ритуал. Мы попробуем судить сокращенные варианты мытья и парной в банях с прекрасным Денисом. Наше место – таганка. Привет, Денис. Без шампуня я несу розовую штуку. Отлично. Привет. Здорово. Ну, забирай. Ого. Представляешь, мы там будем голые с такой розовой фигней. Ну, и ну, проделки фиксы. Ну что, пойдем мыться? Давай попробуем предложить нашим зрителям какой-то сокращенный вариант того, как мы можем помыться в бане. То есть, не там на шесть часов, как мы любим, пойти с подружками. У вас два. Ну, давай, например, полтора часа. И вроде отдохнуть, и помыться, и насладиться вообще жизнью. Ну что, крутяк, мы в высшем разряде клетниковских бань. Вообще, написано везде, что это мужские залы. Забираем шайки. Да, где веник, ты же обещал. Все, мочим. Его нужно подержать долго, чтобы листья не крошились тогда. Так и будет, не волнуйся. Да? Значит, смотри, что здесь есть. У нас здесь есть мавританские бани, есть турецкие хаманы. Расчудесный бассейн. И, кстати, поразительно мне, что здесь тоже, например, мои любимые ржевские бани устроены так. У тебя есть парная, дальше душевая, после душевой ты идешь в бассейн. Ну, на самом деле, конечно, после того, как попарился, она сразу холодная вода. Она должна быть холодной. Она холодная? Поверьте. Ну, да. Пошли. Ты всегда ходишь с головой, а ты же без волос, тебя в этом смысле. Я без волос, да. Первая точка моего сегодняшнего крышного рейда – это британка. Британская высшая школа искусства и дизайна, которая переехала в здание на заводе «Манометр». Сейчас это называется «Артплей», совсем недавно, буквально полгода назад. Но уже как-то за это время они успели очень приятно устроиться в этом заведении. И это, пожалуй, единственное место в городе, попав в которое, прямо хочется поучиться. Не знаю, получится ли у людей из Сколково создать такое же ощущение у себя в институте. И здесь есть прекрасная крыша. Крыша британской школы дизайна, она, конечно, не самая секретная. И закрытая, которая есть в Москве, в принципе, туда может попасть любой студент, просто попросив ключ у костылянши. Но вид оттуда открывается живописным. Мне он дико нравится. Его часто используют студенты для этюдов. Мы однажды сюда приехали с моими приятелями, и все было усеяно студентиками с мольбертами. Мне на этой крыше очень нравится то, что здесь совершенно различные городские ландшафты. Здесь вот какой-то заводской угар и трэш. С левой стороны зелень. Это, по-моему, Лефортовский парк, но я могу ошибаться. Здесь у нас, соответственно, церкви. Там высотки. Здесь новостройки. Ну и, как у Канта, небо над головой. Не звездная, правда, себе. Манометр имеет очень долгую историю. Его в 1886 году основал подольский мещанин Федор Федорович Гакенталь. Фамилия у него совершенно не Подольская. И, в общем, более ста лет здесь производили различные приборы. В советское время тоже этим занимались. Сейчас, в 2010-е годы, когда любое производство держать в пределах третьего транспортного кольца нерентабельно, только если вы не производите рубины, бриллианты или деньги не печатаете, все мощности отсюда вывезли, а оставшиеся помещения сдали под школу, британскую школу дизайна, и под офисы, которые связаны с различной дизайнерской архитекторской активностью. Определенный романтический оттенок к этому виду добавляет железная дорога, которая вот прямо под нами находится. С другой стороны, мне кажется, что студенты британки находят в этом определенный кайф, потому что все они смотрели фильм «Трейнспотинг» и наверняка любят смотреть во свет поездам, которые уезжают в далекую Курскую область. А вот это вот реконструируется новый корпус «Артплея». Страшно представить, какое количество квадратных километров готовится под сдачу. «Артплей» — честно говоря, такая новая точка силы. Здесь же пройдет бьеннале московская. Какая? Четвертая уже получается? Я когда-то делала обзор бань в Москве, и совершенно была впечатлена донскими банями, которые были адски грязные, ужасные. Там почти какого-то вода стоит. Да, отвратительные, но там такая парная. Просто можно было сойти с ума. Вообще, ну да, прям буквально по этапам. Что брать с собой в баню человеку, который, значит, пришел быстренько помыться? Или там долго помыться? Что берут мужики? Не, ну один из плюсов — тот, что можно не брать вообще ничего. Все выдадут. А главное, шампунь вообще-то и не нужен. Потому что ты, когда, если хорошо пропаривался, то у тебя, ну, все выходит через несколько потов. И, в общем, мне даже как-то посоветовали, что последний раз, когда ты уже выходишь, то так холодный душ и без шампуня, потому что все поры открыты, а это типа химия. Параллельно к нашей задаче «Баня по-быстрому» мы пытались как-то охватить и показать, как быстро попариться, но будем выбирать, ну, какие-то... Один раз зашли в парилку, например, да, чтобы все не разочаровывались. Потом ополоснулись и побежали в город. Обязательно помылись в бассейне в холодном. Это, правда, бодрит и очень здорово. Ну что, помылись, посушились, пошли-ка мы работать дальше. Например? День большой впереди. На канонический вопрос, а что это вы здесь делаете, у нас есть ответ. А мы через заводы прыгаем с артплея на флакон. А здесь такая настоящая индустриальная рабочая Москва. Вот если бы сейчас был бы 17-й год и кипели бы рабочие пролетарские массы, мне кажется, на этой крыше можно было бы разместить штаб по управлению этими революционными силами. Вот здесь, кстати, есть вид на примечательное здание. Это классика промышленного конструктивизма. Хлебзавод номер 9, построенный по проекту инженера Марсакова. Насколько я понимаю, там был кольцевой круговой конвейер. То есть хлеб не по линии вели, а по спирали. Вот этот элеватор с элементами фирменного дождевского розового цвета на корпусе. Это на самом деле клуб Гауди, который лет, наверное, 7 назад был прям мощной точкой в городе, где практически каждую субботу и воскресенье проходили, пятницу, субботу и воскресенье проходили какие-то мощные вечеринки. Сейчас он в спящем режиме пребывает. Что-то значимое там происходит значительно реже. Что еще тут есть? Это медиамаркт. Магазин электроники. А внизу потрясающий, потрясающий вид на горку битого стекла. Ведь это флакон, где производили флакончики для духов. И, собственно, вот остатки былых хозяйств стеклодувов. Вообще обе крыши у нас получились индустриальные. Там было Курское направление, а здесь Саоовский вокзал рядом, и здесь Дмитровское направление. Но мне кажется, что здесь вообще только товарные поезда идут. Слишком уж все выглядит по-товарному. И самая примечательная вещь на флаконовской крыше. Здесь же троллейбусный парк находится рядом с ним. И вон, рогатые, усатые ребята синего цвета, они спят. Один из них мог бы принимать участие в куче 1991 года, вот обгоревший. Ох, сколько сладкой недвижимости почти в центре Москвы. Просто неосвоенный предприимчивыми девелоперами. Вертолетов не видно? Что такое ночь в музеях? Расскажет нам об этом Вася Церетель. Главный наш вопрос, как с Филиппом Мироновым, как любителей и страстных поклонников современного искусства, что происходит с самими музеями в эту самую ночь? Вот грабят ли там их, выносят ли картины? Так как у нас еще молодежь очень любит выпивать, может быть, там блюют под произведениями искусства, бросают фантики. И вообще, как музеи? Не как посетители, да, которые, соответственно, потом пишут в своих постах. А там, вау, как мы круто оторвались, как мы встретились со всеми. А как с вами музей? И музейщики переживают эту ночь. Насколько она им прикольна, незапарна и любопытна. Об этом она расскажет Вася Церетель. Итак, рядом с вами Василий Церетель. Директор музея современного искусства. Многих музеев современного. Не один, он один, просто площадок. Много филиалов. Мы пришли поговорить, на самом деле, о ночь музеев, которая будет в субботу на воскресенье. Что это? И у нас главный вопрос, ну, потому что мы сами тут ходим, там, пьем, радуемся, вообще все так круто. И потом мы подумали, а как же бедные музейщики? А вот как они? Радостно встречаемся. Может, кто уносит, уносит объекты? Что вообще происходит в ночь музеев с самими музеями? Ну, это шестой год, который мы проводим ночь музеев. В прошлом году у нас было 5900 человек за время именно вот этого ночи музеев с 7 до 2 утра. И поэтому, ну, уже научились, как правильно координировать народ, чтобы определенное количество входит, определенное выходит, чтобы не было столкновений, чтобы не было, вот, знаете, сразу, если тысяча человек войдет, сразу может, конечно, что-то повредиться. Поэтому логистика играет важную роль. А толпы стоят? У нас толпа стояла до метро Пушкинского в прошлый раз. Что ты готов потерять в ночь музеев? Вот они там, я видел, помнишь, там вот мы проходили часики, которые можно переставлять на магнитиках? Ну, нет, ну... Честно, украдут? Не думаю, надеюсь, что не украдут. Потому что их, да, нет, смотрители сидят, безусловно, охрана есть. Я думаю, что никто ничего красть и забирать не будет. Но, знаете, для этого есть охрана, для этого у нас есть люди, которые, да, приходят, неподготовленные зрители наверняка могут что-то попытаться стырить. Но я думаю, что у нас и камеры засекут, и это. Хотя было в прошлом году, когда на ночь музеев, у нас была инсталляция, была выставка «День открытых дверей». И там был кинотеатр Тавасеева. И там были вот такие зайчики-кролики. И да, и один человек взял и пошел. Благодаря бдительным не только охраной, но вообще сотрудникам, да, у нас есть такая Оксана, которая, да, заметила, знаете, так, напала на этого делителя, забрала этого кролика. И его связали. Да, да, нет. Ну, и, в общем, то есть такие тоже бывают иногда инциденты, но, в принципе, да, ничего не потерялось, ничего не исчезло. Я вообще считаю, что эта акция очень важная, потому что вот именно люди, которые обычное время не имеют возможности прийти, есть много студентов, которые учатся на вечерних, да, днем работают. Поэтому для них... Я была такой. Ну, множество. Поэтому не успевают посмотреть. Поэтому эта ночь как раз дает возможность приобщиться к прекрасному именно в это время. Федеральные музеи в этом году участвуют, и все вместе, поэтому до 12. А в прошлом году, безусловно, это... Самая большая проблема была, что метро, да, должно, да, вообще как-то скоординировать вот эту всю службу, чтобы метро тоже работало до утра. Если метро будет до утра работать и не без проблем, да, то тогда, я думаю, что и ночь музеев можно, да, делать дольше. Спасибо большое. До встречи в ночь музеев. Да, в ночь музеев. Спасибо. Счастливо. Пока-пока. Сейчас я приехал в гостиный двор. Не очень я люблю это место, честно сказать. Здесь проходит в данный момент международная туристическая ярмарка. Промышленная мощь. Все заполнено стендами. Мне особенно нравится то, что логотип у них набран Старославом. Значит, задача у меня такая. Я собираюсь... Это ярмарка продажа. То есть, если сюда люди просто приходят, покупают путевки, а не то, чтобы туристические агентства как-то рекламируют свои услуги друг другу. Нет, это все для пользователей. Вот. Но задача такая. У меня есть приятель Игорь. Здравствуйте, родной. Охо меня поцелало. Игорь, значит, Игорь работает барменом в баре Клава, где я занимаюсь музыкой. Особенность Игоря в том, что он не только круто знает все про алкоголь, но он еще объездил пол Европы с помощью автостопа. Правильно я объясняю? Да. Прожила на количество времени в Дании и вообще адский соблазнитель женщин, которые не говорят по-русски, а говорят по-английски. Особенно Скандинавия – это мой конек. Слушай, но ты когда-нибудь покупал турпутевки в жизни? Или ты на дурачка ездишь? Турпутевки очень редко, потому что это дикий стайл, это мой. Но впервые мы хотим попробовать купить какую-нибудь супер дешевую путевку. И самое главное, мы хотим попробовать какие? Жаркие страны. Я думаю, жаркие страны – это будет наша цель. Бразилия, Антигуа, Барбадос. Грис. Что предложат? Да, что нам предложат и куда нас, так сказать, подмонят под таким словом. Так, ну что, день в большом городе, пойдем смотреть, что дают. Бабушка из Коля. Я думаю, что Египет – это не наша остановка. А вот для любителей геронтофилического туризма, например, в Коме. В Коме – это полная комба. Берешь путевку, получаешь бабушку. Получаешь кому и бабушку. А вот ротоборцы, смотри, какой кайф. Да, ротоборцы. Для таких, знаешь, убежденных любителей мехов и железа. Обидеть могут. Вот это вот берешь, надеваешь на себя и к дикарям в Африку. Логично. Да, мне кажется, они за своего сразу примут. О! Ля, вы, я же... О, смотри. Ой-ой-ой-ой. Вот это наша тема. Да, я люблю historical, так сказать, отдых. Ты кто-то, по-моему, запарился серьезно и сделал качественный стенд. Такие вещи вижу, я сразу же начинаю думать, какой бюджет комитет по туризму города Москвы на этом предприятии отжал. Волшебные слова. Смотри, прям все костюмировано, серьезно. А ты как-то проценту вашего штучьему велению по моему уходению. Такой серьезный треш уже, вот я люблю такой. Люблю его погулять. Да-да-да-да. И в обеихся, и воприсать. Любой из них просто выдаёт. По моему уходению. Пусть. Поворачивать наизнанку, еще с гармошкой, еще с... Веселиться. А вот в Востоке мы с песней поем на хороводице. Ванька с выкидкой, все в 90-х живут. Нет, это такая тема, не надо приезжать в Россию. Мне кажется. Когда говорят, что я родилась в музее современного искусства, подразумеваю, что я физически родилась в музее. Это, ну, правда, недалеко от истины, совсем недалеко. Это прекрасная, выдающаяся инсталляция Арнальда Помодора. Называется «На солнце мира». Стояла на Фрунзенской, УМДМ. Я, если честно, сейчас, хоть убей, не могу вспомнить, стоит там или нет. Там стоили две такие штуки. Одна из них сейчас стоит у Крымского моста. Когда вы спускаетесь, там внизу есть. А одна вот здесь, в дворе ГЦСИ. К слову, вещь весит 5 тонн. Мне разрешили... В детстве мы ее крутили. Мы брали с моими братьями, натолкали и ее крутили. Нам разрешили один кружочек сейчас. Потому что растолкать ее довольно трудно. При этом я вам хочу сказать, что раскрутить ее может и младенец. Раскручивали все дети на Фрунзенской, раскручивали ее до каких-то невероятных совершенно кругов. Потому что стоит она очень устойчива. И несмотря на этот вес, там шарнир, шар, который очень быстро приводит в движение механизм. Когда мы попадаем на такие ивенты, с позволения сказать, я, конечно, начинаю жалеть, что мы работаем не для телеканала «Московия». Да, 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 да. Наверное. Или все-таки... Или, конечно, программа «Русский дом». Или что мы не занимаемся ивентами. Вот такими вот, да. Со стороны московского чиновничества. А вот, кстати, мы, как социально ответственный канал, должны обратить внимание на «Либерти-туризм для инвалидов». Хорошая история. Стебать не будем. Не будем. Давайте спросим, что они предлагают? А... Это за... Неделя? Да, по-моему, да. За ночь. А, за ночь, извините. Ха-ха. Обман. Ха-ха, да. То есть, получается, в целом, типа, 7 дней – это порядка 1,5 евро, да, больше? Где-то, да? 7 дней, да. То есть, 204 – это, получается, 102 евро на человека, и 7 дней – это... Нет, 24 – это человека, да. А, с человеком, да. Ага. Сантур. Изотика теплых морей. А это популярно вообще в России? Или... Популярно среди чиновников разного рода министров. У кого есть деньги? Кто хочет расслабиться, то расслабиться один. Там где-нибудь в Мексике. То есть, вот, единый фронт – это единая Россия? Единая Россия, там, справедливая Россия, там разница есть, какая Россия. А если ты министр бара? Или у тебя и знакомый министр, понимаешь? Ага, вот так. Ты прекрасно отдохнешь. То есть, ездят, но здесь и трибы, люди там 40+. Да, да, ну, молодые ездят, но там они специфические, различные, там, и так далее. Там же, чтобы так особо шума не было, там тоже время веселье было. И полный комфорт, полный набор удовольствия. Все вот здесь, в этих дюймах. Игорь, ну мы вот сейчас экспромтом обошли буквально за 10 минут кучу стендов, облепили всех уток и кошек, которых увидели. Собственно, что из того, с чем мы познакомились, может претендовать на самый клевый тур? Мне кажется, что... Ты бы что выбрал? Один из номер один, хотя это не так дешево, наверное, все-таки Нудийский пляж. Ну да. Я не мог выбрать другое, да. Но однажды, проходя весь этот трип по этим трипам, товарищ угадал просто мои, наверное, самые сокровенные желания. Это Партугалия? Это, наверное, серфинг, потому что я никогда об этом не думал, что когда-либо попробую. А тут я подумал, why not? Почему бы нет? Ну, Игорь, как любитель вообще Европы, конечно, выбрал такую форму, которая вроде как азиатская, все ездят в Тай, там, на Бали серфить. А ему понравился Лиссабон. Все. Дом музыки на прекрасной башне Сауроны. Мы отправляемся на интервью сначала к прекрасной пианистке, виртуознейшему исполнителю джаза, рока и прочих музыкальных направлений. Сама Хироми себя не любит идентифицировать. Хироми Уихару. Она дает единственный концерт в Москве. Сегодня у нас, ну, скажем честно, уникальная возможность с ней пообщаться. Ну, поспрашиваем, посмотрим, интересно же, да? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Вы японский музыкант, и мы знаем, что в Японии случилась большая трагедия. И мы хотели узнать, как вы осмысляете эту трагедию в своей музыке. Все в нашей жизни отражается в музыке. Это событие было большой трагедией, как для японцев, так и для людей во всем мире. Мы потеряли близких, родных, не лично я, но многие из моих друзей. Я провела ряд благотворительных концертов в Японии, чтобы хотя бы немного, насколько это в моих силах, помочь и поддержать жертв этой трагедии. Наша программа называется «Вашем городе», и мы исследуем жизнь города в одном дне. И мы хотели узнать, как Москва встраивается в график и в жизнь Хирома, если вам нужно. Музыка, музыка и еще раз музыка. Я прилетела сюда издалека и встала очень рано, только ради того, чтобы играть свою музыку. Так что Москва для меня – это музыка. Музыка. Кирилл, привет. Привет. Это Кирилл Ишутин, человек, который называется «Руфер», и который собирается показать нам ряд крыш, на которые нету доступа у простых смертных. Собственно, какой кайф, я не понимаю, получают люди, которые забираются на крышу. Пойдем. Самый кайф тут в том, что мы видим то, что недоступно взглядам, скажем так, обычных людей, которые не живут на последних этажах. Каждый проход на крышу – это не только виды, это еще и мини-приключения по поиску проникновения самого. Мы не делаем ничего противозаконного. Находиться по крышам само по себе занятие не противозаконное. Обычно, обычный дом заканчивается просто беседой с милицией. Ну, у тебя такое было, да? Ну, было, конечно, неоднократно. Слушай, Кирилл, а вот у конкретного этой крыши есть какое-то название? Есть ли вообще практика наименования точек Руферских? Да, точки обычно называются либо по названию самого ЖК, жилого комплекса, на котором мы находимся, либо по названию улицы. То есть, если вот мы с этой крыши можем увидеть башеньку, она называется башенька на Кутузовском. Это вот эта вот башенька, вот эта ажурная? Да, да, да. И туда тоже можно забраться, да? Да, можно забраться. Просто вот она здесь в округе единственная башенька на Кутузовском проспекте, поэтому ее вот удобно назвать башенькой на Кутузовской, и сразу все поняли, о чем идет речь. А это называется? Вот это никак не называется, она просто кирпичный дом возле Багротилана. А касательно вот как бы этого потрясающего комплекса, так сказать, он освоен уже? Москва-сити освоен полностью, целиком и полностью. Таким образом дается взятка? Нет, взятки, взятки, вообще нет такой традиции давать взятки. Это обычно делается, сити начиналось вообще ночью. То есть ночью, под покровом ночи, пока никто не видится или все спят, тут проникается мимо камер. То есть на самом деле Москва-сити очень много камер, но они все смотрят куда-то не туда. Было пару крупных встреч с охраной, вот Мирекс-Плаза нас очень знает хорошо. Был недавно претендент, руферы проникли на действующую башню Федерации Запад, вот прям полностью. Это высокая или маленькая? Это вот на которой значок мегафона рядом достроено. Там офис ВТБ банка на верхнем этаже пентхауса, вот, и туда 12 человек проникло и искупалось в бассейне. В чужом бассейне? Да, в чужом бассейне. Не понятно с чем? Не удалось проверить? Нет, это, а там отель. А-а-а. Там отель полной охраны, тем не менее 12 человек туда проникли, искупались и выложили отчет в интернете. На следующий день вся смена охраны была уволена, большой скандал, большое совещание службы безопасности. Ну, до нас, да, никакой ответственности это не докатилось, потому что, ну, это все было совершено без ломов, чисто по раздолбайству охраны. Слушай, ну, я так понимаю, что выходит, что руферы, они своего рода антиглобалисты какие-то, то есть они борются с системой своими абсурдными действиями? Ну, они проверяют систему напрочно, скажем так. А, то есть они наоборот сторонники системы, а не агенты СМИТы? Ну, можно и так сказать. На самом деле, нет. Система, как бы, она больше укрепляется от этого. То есть каждый обнаруженный залаз, обычно, когда, если человек палит на объекте, обычно уставляет показать, как он залез. То есть ты показал... А есть юридическое право, как бы, заставлять что-либо делать человека, который... Нет, юридических правов нет. То есть это тут числа силы? Ну, проще просто согласиться, чем спорить с юридическими правами. Это выйдет по времени дольше. То есть проще показать залаз и уйти домой спокойно, чем сидеть и два часа объяснять... То есть вы, если переводить аналогию, например, с киберпространством, вы те хакеры, которых нанял Касперский? Да. Окей. Так, что у нас дальше? Следующая точка. Следующая точка у нас на Хадымском поле. Угу. ЖК Гранд Парк. Угу. Это, я так понимаю, одна из вот губных помадок, вот, которые за вот этой башней. Да-да-да. Хироми удивительный, виртуознейший исполнитель. Выдающийся интерпретатор. Но, к сожалению, не очень хороший интервьюер, как оказалось. Что нас удивило, потому что, прочитав целиком в интернете огромное количество информации о ней, я подчеркнула оттуда, что Хироми все воспринимает через музыку. Дождь, радуга, город, пробки. Это все для нее звуки, все для нее музыка, все для нее какие-то вариации чудесные. И предложенный нами формат интервью ей, давайте мы будем задать самые простейшие вопросы, которые задают все, все вообще на свете репортеры. А вы нам будете отвечать музыкой. Мы столкнулись с таким вот ответом. И в целом, с одной стороны, я это понимаю, потому что это ее профессия. И у нее там сто перелетов сегодня было в день. Но, с другой стороны, меня это обескуражено. Так что сейчас мы идем, послушали вот джаз, а теперь мы идем слушать народную музыку, русскую народную музыку. И будет поразительнее сейчас информация. Мы идем слушать театр практики, театр современной драмы. И интересно, что же делает фольклорный исполнитель в театре, который известен тем, что он ставит только самые современные постановки. Увидим. Здравствуйте. Деревенский романс. Что так скучно, что так грустно. Забевать русскую дуринию. Что так скучно, что так грустно. День идет не в день, А была, распевал я Шляпу на векре Рассказывала, как Молотили, как Ходили, Шали О, две недели не опускали нас Домой Неделю работаешь Будет подальше на участок Опять и вяжешь Опять и не едешь Руки все опугали Вы родили, пока Еще было Нам надо было нынче Дородиться Мы не так дом Моженька А мы как не видали Света белого А мы как не видали Света белого А мы как не видали Света белого Быть Нужно кем-то быть Отзываешься на каждое обращение Господин Коллега Мужчина Друг Брат Нахал Пообещаешь себе Быть хорошим Это действует Как вдохновение Оторвешься От земной тяжести Засыпаешь Склятываешь Что завтра же Все исправишь В своей жизни А проснешься Для этого преступника И не вспомнишь Остается только Смеяться Может быть Может быть Смешно Ну Это премьера Второй показ С этого спектакля Это самый Мой любимый театр Это тот театр Который вернул Мне веру Вообще В художественное Целое И в то Что это вообще Возможно В мире Без фальши Искренне И по-настоящему Это самый смелый театр Самый прекрасный Самый любимый И по-моему Это очень больной спектакль Он о России О том, что мы теряем О культуре Ну и в общем Целостная Ценная вещь Ну что, бежим На открытие Киноклуба На винзаваде Скорей, скорей Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Москва 2011 год Крыша Крыша Неопределенного дома Про который мы не скажем Находится на севере Москвы Мы с Кириллом И решили Провести Полдник В режиме пикника С видом на Все, что может предложить Иной город нам Вид отличный Оля, а давайте мы тихонечко Вы нам покажете Что там у нас внутри Что здесь Давайте Давайте я вам дам Прямо в руки Чтобы было удобно Мы, кстати, экскурсии Делаем для наших зрителей Мы представим Что вы просто Наш обычный зритель Который к нам пришел Вот Киноаппаратная Ну, да Смотрите Это просто такая Свободная зона кино Кстати, вот здесь У нас будет магазинчик С редкими Фильмами И книжками по киноискусству Вот это Вот эта зона Нет, это офис наш маленький Там наши сотрудники А вот здесь Здесь будет такая лавка А им не тяжело Вот такой Опенспейс Что их все Не видят Не, а их не видят Они там внутри Так, я понял Вот Да Мы сейчас Пройдем Святую Святых Киноклубов Киноаппаратную Посмотрим Как работают Киномеханики А вот это Киноаппаратная Киноклуба Пока мы еще Не навели в ней порядок Но вот эти все коробочки Они будут аккуратно Слушать Юлечка Не уходи Юлечка Она снимает Телеканал Дэш Юля Это моя любимая Коллега И подруга Управляющая Директор Киноклуба Я хочу Представить Очень рада Что Юля с нами Вот И у нас вообще Замечательная команда Мы кстати хотели Мы хотели Представить команду Да Конечно Конечно Вы же самокольник Который мы называем Восход солнца вручную Потому что Каждый запуск И каждое открытие Это достаточно Тяжелая история Но все-таки Мы это сделали И мы Поздравляем всех наших Зрителей И наших будущих Зрителей С новым летом Потому что Это очень Очень здорово Наконец-то пришло Это прекрасное время Мы смогли открыть Киноклуб на Минзаводе И приходите к нам Просто приходите к нам У нас хорошо Так с небес Я спустился на землю И отяжелился Весом 16 тонн Мы находимся В клубе 16 тонн Здесь сейчас начнется Через минут Наверное 30 концерт Американского рэпера По имени Гонжа Сафи Я про Гонжа Сафи Если честно Ничего не знаю Кроме того Что он в дневное время Работает учителем йоги А вечером Производит мощные беточки Читает речитатив Плюс еще Он довольно спокойный человек А все остальное По поводу Гонжа Сафи Я хочу спросить У музыкального обозревателя Журнала Афиш Шурика Горбачева Который здесь Тихонечко ждет Начала концерта Шурик Ну что вы хотите Ладно Ну просто скажите Кто его Гонжа Сафи Вообще За что его нужно знать Ну его нужно знать За то что Это такой Значит Волосатый Калифорнийский человек Который в прошлом году Выпустил Очень мощный И такой Вперед смотрящий Альбом Значит Такой Окей Чем отличается Затканье Уэста Я понял сложно Затканье Уэста Ну все отличаются Тем что у него какие-то Ну это такая Очень-очень Такая странная музыка Такой Как бы сказать Ну то есть Это человек Который скрещивает Скажем так Всякую такую Передовую электронику С какими странными именами Типа Вонки Там и Какой-нибудь Лавстеп Все такое прочее С какими-то песнями Причем Песнями такого Полу-ямайского Полу-наркотического Толка Поет Каким-то дрожащим Задымленным голосом Все там трясется у него И шатается в музыке И в общем Это все дико интересно И при этом весело И как-то занятно То есть это музыка Которую можно кайфануть Получить довольствие Или это сложная штука Ну мне кажется Что это и то и другое Вот Наверное Ну как бы Для меня это не очень Отличается Как вы понимаете Поэтому мне трудно сказать Ну да Можно и то и другое Мне кажется Я знаю Что он еще учитель йоги В обычном Да Он преподаватель Бикра в йоге Это деталь Который упоминается В любом журналистском материале Про него Ну это забавно Конечно Но на самом деле Сколько я понимаю В прошлом Вполне себе занимался Какой-то музыкой Чего-то там читал Рэп Все то да сё Но потом значит Видимо Забил на это дело Пошел обработать йогу И тут-то его и Схватило Да Произошло какое-то просветление Или наверное Видно Затемнение Которое Вот Вылилось В такую Замечательную музыку Которую Значит Производят Теперь Односложное Ответь Пожалуйста Это имеет отношение К дабстепу Опосредованное Спасибо Мы нашли крышу Филипп Привет Это не только у тебя Сегодня крыша У нас тоже есть крыша И вот мы как будто бы Вот смотрите Люди добрые Мы на крыше стоим Но тут еще есть Одна удивительная история Фил ты оценишь Смотри Я тебя не забываю Тут есть крыша У киноклуба Выдающаяся Знаете Это удивительная крыша Я очень боялась В прошлом году Когда мы открыли киноклуб Что например Во время дождя Дождя Шум Падающего дождя И может быть Ну не знаю И летом тоже иногда Кстати и град бывает Не дай бог Будет мешать просмотру фильма Так вот Вы знаете Когда впервые Мы столкнулись Здесь в киноклубе С дождем Мы просто были счастливы Потому что Это Это было так красиво Это была просто музыка дождя По звуку Это было достаточно тихо И мягко И фильм получал Такое сопровождение Это был такой приятный фон Просто такие Легкие Ну как Легкий такой Шум От падающих капель Это придавало Такое очарование Такую романтику Просмотру фильма И я вот теперь Всякий раз Жду дождя Чтобы услышать Вот Чтобы смотреть фильм И слышать Где-то там Где-то там Как идет дождь Как он падает На наши крыши Поехали Поехали Вот это вот уже, Ксения Моя личная реальность Такой руфинг Тебе никто не обеспечит Кроме меня Залезаем на корточках И вот так вот Перекарабкаемся Что ли Давай-давай Вау Человек с большими ногами Явно для крыш Но Фил Такие маленькие мужчины Как ты Вообще тоже не водятся На планете Да И все-таки Мы вместе Садись Это вот то, что вы видите Это натуральный приступ страха Мои соведущие Ксении Чудиновой Имейте в виду Большие женщины Боятся Больших высот Я крайне доволен Сегодняшним бром Поэтому я тебя люблю, Фил У меня пять чекинов На крышах Мы познакомились С отличным человеком По имени Кирилл Ишутин Он руфер Новая профессия Что у тебя? Японцы-корейцы Баня Кино Театр Все Все И крыша В общем, мы прожили с вами этот день Это был день в большом городе Увидимся на следующей неделе Счастливо, пока Слезай, труси Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Мощная отточа Ей не понравилось Уже титры должны сейчас идти Ассистент гримера Ассистент водителя Ай, филка же страшная